Всем привет, друзья! А у нас новая старая машинка. Это Dodge Caronet 49-го года. Она должна была приехать чуть раньше, чем приехал Pontiac наш, Silver Straight, но чудесами логистики приехал на неделю позже. Машинка, чем интересно, это все оригинальное состояние. Это седан, это рядная шестерка. Так называемая полуавтоматическая коробка Fluid Drive. Она здесь стоит. Машина также не подвергалась ремонтам, как и Pontiac. Она вся в родном железе. Что удивительно, мы эту машину покупали у хозяйки, которая ее покупала новой в 49-м году. Вы можете себе представить. То есть там бабушки далеко за 90-е, и вот эта машина прожила всю жизнь в одной семье. Ну и была покинута последних, наверное, лет 30. Покажу салон. Это я застелил. Здесь уже разложилось сидение на атомы. Вот такие у нас дверные карты. Я думал, что это ткань, но... заводская. Но меня ожидал сюрприз. Покажу почему. Оказывается, американцы, как и советские люди, заводскую обшивку хранили. Да? И поверх вот родная дверная карта нашивали какую-то другую ткань, просто для того, чтобы сохранить родное. У нас в Советском Союзе большинство москвичей и волк было покрыто целлофаном. Дверные карты сохраняли. То есть люди ездили всю жизнь там и под целлофаном новые обшивки. Но вот американцы делали это тканью. Первый раз такое вижу и очень был удивлен. Я думал, что это родная ткань. Вот такой задний диван. Места очень много. Ну, конечно же, салон в полную реставрацию. Замена всего. Но исходник прекрасный. Вот так вот это все выглядит. Двери закрываются прекрасно. Как и в нашем Пантеаке, есть солнцезащитный козырек. Дает много стиля. Очень нравится мне. Ну, весь хром относительно живой. Есть некоторые минимальные моменты, но это все мелочи. Я думаю, что исправим. Тем более куплено очень много запчастей. Фары новые и прочее. Все это у нас имеется. Сейчас еще покажу салон. Ну, вот разбитое стекло. И это триплекс. Мы его изготовим, сделаем. С этим проблем нет. Вот немножко про органы управления. Баранка руль огромный. Здесь также есть температура, амперметр, спидометр. Давление масла, ну и топливо, естественно. На приборке 39 тысяч милей я склонен доверять этому пробегу. Все здесь красиво. Ну, видно, что просто машина долго стояла и выгорела. У нее есть печка и прочее. Ну, еще вот обнаружил такой девайс. Это магнитола красивая старая. Будем ставить, наверное. Ну, здесь вот есть место для магнитола. Но в нашей комплектации магнитофона не было. Только печка. Так это все красиво выглядит. Здесь какие-то старые газеты. Петельницы. Вот так вот изнутри. Руль очень стильный. И коробка на руле, естественно. Но это Fluid Drive. Это такое со сцеплением полуавтоматом. Потом расскажу отдельно, как это все работает. Под капотом у нас. Естественно, будет под капотом. Под капотом мы видим рядную шестерку. 3,9 литра. Мотор ставился практически на все мопары того времени. Это Dodge, Chrysler, Plymouth. Что там еще у них было? Это один из самых распространенных моторов. Но с этой машиной, как с Beewyком, получится вряд ли. Вот почему. Здесь видно обломанные наконечники. Но у нас провода все это есть. Ладно. Но поднял щуп. А внизу на щупе ржавчина. Ну, судя по всему, мотор ухана. Ну, конечно, попробуем отмочить его, чтобы что-то посмотреть, прокрутить. Но пока даже ничего не скажу. И, естественно, антифриза тоже нет. Ничего нет. Будем удрить, будем смотреть. Самая главная машина уже в Минске. У нас на стоянке. Пока здесь. Пока занимаемся пантеаком. Ну, и после пантеака будем заниматься этим красавчиком. Пишите вопросы. С удовольствием на них отвечу. А пока... Железо крепкое, хорошее. Есть пару дырок, но они такие незначительные. Ничего здесь страшного нет. Опять же, по классам. Вот практически одного и того же года машина. Вместе с пантеаком, сильверстрейком нашим, да. То есть, она практически такая же по длине, по колесной базе. Но эта машина стоила в два с половиной раза дешевле, чем пантеак. То есть, пантеак это был перед Кадиллаком практически вершина. А это был такой народный автомобиль. Типа, как сейчас, наверное, полу-седан или Логан. Ну, только вот народный автомобиль в Америке выглядел именно так. Это седан больше пяти метров длиной, с полуавтоматической коробкой и шестицилиндровым мотором. Сейчас покажу еще багажник. Вот так это выглядит. Он пустой. Здесь полы крепкие. Есть вот одно место здесь, кармашек. Ну, это как бы страшного ничего нет. Ни инструменты, ничего не сохранилось. Ну, скорее всего, просто кто-то когда-то достал, а уже бабуле мы просили, когда покупали, но она ничего не нашла. Ну, вот. Планы на машину. Первым делом попробуем отмочить, посмотреть, что с родным мотором. Ну, и дальше из этого будем исходить. Но пока так. Конечно же, колеса поменяем. То есть, три колеса держат, одна не держит, но они все такие очень старые. Резину сменим, диски покрасим, и будет красота. Задавайте вопросы в комментарии, что интересно, расскажу. Всем пока.